Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр и Залим. Приветствую всех! И мы с Залимом решили рассказать и сравнить две колясочки, которые очень сильно популярны в премиум сегменте. Наверное, одни из самых лучших на сегодняшний день на рынке. Ну, как минимум, у них есть, конечно же, конкуренты, но они прям, наверное, самые значимые, на наш взгляд. И когда люди приходят в магазин First Buggy, первая коляска, и всегда хотят их почему-то сравнить. И мы решили сделать вот такое вот видео, сравнить лоб в лоб с Cybex Preamp 4 версии и Bugaboo Fox 2. И Fox 2 это есть обновленная версия уже. Да, Fox 3 уже успел выйти на рынок, но отличия с этой моделью не столь значительные. Поэтому, в принципе, в плане функционала, удобства, эксплуатации, вы разницы между двумя моделями не увидите. Поэтому сравним именно с данной моделью. Вот, и я расскажу в двух словах краткие технические характеристики, потом это сделает Залим. И начнем изучать. Cybex это немецкая компания, если что, вдруг кто не знал. Производитель дает на свою продукцию один год гарантии. Кстати, вес вот с люлькой, как вы сейчас видите, он небольшой 12,6 кг. С прогулочным блоком 13 кг. Поэтому все в пределах разумного. Вес адекватный. Наклон, кстати, это мы чуть позже увидим в прогулочном блоке. Он 110-175 градусов, что является хорошим показателем. Очень большой диапазон. До 4-5 лет приблизительно, соответственно. Сама коляска предназначена. Ширина колесной базы здесь 60 сантиметров. Поэтому вы в любой лифт заедете. И сильная, очень сильная сторона этой коляски. Это размер люльки. Она очень большая. 80 на 35. Это для очень крупных детей вообще без проблем. В любом конверте ребенок помещается. В любом пуховичке, как бы вы ее не одели, он в любом случае поместится. И максимальный вес ребенка колясочкой выдержит 22 кг. Про характеристики Bugaboo Fox 2. Коляска весит с люлькой 13 кг, а с прогулочным блоком 12 кг 300 кг. Срок гарантии на сегодняшний день. Почему на сегодняшний день? Потому что в зависимости от условий поставок, параметр может меняться. Но на сегодняшний день гарантия от производителя 1 год. Рассчитано для детей до 22 кг, соответственно, с рождения. То есть это максимум до 4-5 лет возраста ребенка. И максимальная ширина по колесам здесь также 60 см будет. И люлька здесь тоже очень просторная. И размером составляет по внутренним параметрам 78 на 32 см. Чуть-чуть меньше, но тоже реально очень большая. И первое отличие, которое вы сейчас сразу можете увидеть, это высота люльки от земли. У Bugaboo она чуточку ниже, Cybox чуточку повыше. Собственно, давайте я, наверное, начну первый рассказ с люльки. Помимо того, что она большая, это мы уже разобрались. Здесь много чего интересного. Сразу же хочу начать с ткани, потому что ткань в приаме реально очень классная. Я не знаю правильно, как она называется, но тактильно, визуально ткань действительно высочайшего класса уровня, я бы так сказал. Реально трогать ее приятно. Так, что касается козырька. Смотрите, друзья, козырек тут действительно большой. И есть у нас дополнительная вот такая вот убирающаяся секция, которую можно убрать и выдвинуть. Также наверху есть удобная ручка для транспортировки, которая ничего не мешает прям удобно брать за нее. Вот. В задней части у нас есть возможность вот таким образом проветривать. Летом будет очень актуально. Видите, внутри она вот в этой расцветке с золотой рамой. И цвет внутренней обивки тоже золотого цвета. Так, регулируется он у нас с помощью кнопочек. Вот здесь внутри две кнопочки. Нажимаем и регулируем. Сюда он, по-моему, уже не идет. Да, вперед. Все. Так, давайте теперь посмотрим на накидочку. Смотрите, друзья, накидочка здесь пристегивается замочком. Я всегда клиентам говорю, чтобы ее не открывали вот так, а просто приоткрыли с двух сторон. И у нас появится очень удобный доступ к ребенку без всякого головника. И смотрите, как здесь выполнено внутри. Ткани очень приятные. Классный, толстый матрасик. Вообще вопросов нет. Кстати, все основание здесь, дырочку, чтобы лучше вентилировалось это все летом. И вот здесь еще интересный момент, который мне лично очень нравится. Если ребеночек любит лежать на животике, можно открыть вот эту секцию. Вот так вот ребеночек на животике лежит, и у него открывается хороший обзор. Смотрите еще, чтобы у него лучше был обзор, вот эту часть можно будет снять. Подушечку. И, соответственно, все ок, ему видно. Так, что я еще не сказал? Вроде бы все. Можно, чтобы вот эта часть секции не свисала. Здесь специальный кармашечек имеется. Да. Да, можно это все убрать и аккуратненько на молнии все закрыть. Чтобы вот так не висело некрасиво, скажем так. Да, скрутить и убрать. Все решаемо. Да. Так, секундочку. И посмотрим с вами на основание. Это тоже важно в люльках. Чтобы можно было ее ставить на землю или нельзя, если тут ножки. Здесь у нас четыре ножки, поэтому ставим на землю смело. Так, все. Теперь Бугабу. Да. Про Бугабу Фокс 2. Ткани здесь не менее премиальные. Очень приятные, тактильные. Они с таким джинсовым эффектом во всех расцветках будут. Очень плотные ткани. По козырьку здесь бескнопочная регулировка, поэтому никакие кнопки мы не будем отжимать. И легко раскладываем и убираем. И есть дополнительная секция в козырьке, благодаря чему мы очень глубоко можем закрыть ребенка от непогоды. И при этом у нас остается секция, где можно открыть участок с сеточкой, так скажем. И за счет чего, соответственно, и за ребенка можно будет наблюдать и вентиляцию, соответственно, поддерживать. Здесь в самом коробе нет сеточки. Но это вот как раз-таки одно из отличий от Фокса 3, более обновленной. Это вот, наверное, самое сильное отличие от именно третьего поколения. Но так как у нас второе поколение, здесь этой сеточки не будет в самом коробе. Про накидочку. Накидочка здесь также держится на молнии. И у нас есть также возможность с двух сторон откидывать секцию, чтобы удобнее было класть и вынимать ребенка. Матрастик здесь тоже вполне плотный. И дно деревянное получается у нас. Чтобы положить сюда ребенка, здесь надо будет убирать бампер. Бампер легко откидывается, нажимая на кнопочку, с одной либо с другой стороны. Ну, соответственно, этот бампер для того, чтобы переносить самую люльку. В Сайбоксе замечу, что бампер находится именно на козырьке. Вот такие. Так, а что касается ножек снизу, есть ли они? Ножки, да. Здесь люлька снимается нажатием на две кнопочки. И, соответственно, так как кнопки имеют эффект памяти, можно легко снимать. Ножки здесь тоже присутствуют, за счет чего можно спокойно ставить на пол, не боясь испачкать основание люльки. И кармашечки еще, да? Кармашечки, да, есть и в Бугабу. И в Сайбоксе тоже они имеются. Вот, можно, соответственно, сюда что-то положить. В Сайбоксе, смотрите, вот здесь вот под замочком есть тоже небольшой кармашек. Да, у Бугабу кармашки, ну, не закрыты молнией, но при этом оттуда выпадать тоже ничего не будет. Так, друзья, смотрите, Бугабу, кто не знает, напомню, это трансформер. И там, как в Сайбоксе, нельзя взять люльку, убрать, взять просто прогонщий блок и поставить его. Поэтому мы сейчас воспользуемся чудесами монтажа и Залимом переделаем люльку в прогулочный блок. И тогда продолжим изучение с прогулочных блоков. Вот, собственно, работа проделана. Залим переделал уже люльку в прогулочный блок. И вот, собственно, что мы получили. Ну, в принципе, можешь о нем сразу и рассказать, что он из себя представляет. Да, ну, обращу внимание, что у нас от люльки сразу же остается, переходит в прогулочный блок, как каркас, так бампер, так и козырек. Соответственно, из люльки мы переделываем, соответственно, в прогулочный блок. То есть мы текстиль прогулочного блока пристегиваем к раме. И что у нас получается? Сразу же к отличительной, очень сильно отличительной особенности X-I-Box отметил бы, что это система наклона. В данном модели используется именно гамачная система. То есть мы всю конструкцию раскладываем. И в лежачем положении у нас бедра ребенка наверх, соответственно, приподняты. То есть нет абсолютно горизонтального положения, но это положение очень комфортное для ребенка. И пространства внутри достаточно, чтобы использовать данную коляску на длительный период. То есть до 4 лет заявленного, я думаю, спокойно хватит. Из таких интересных моментов это то, что используются пятиточечные внутренние ремни. И здесь они вот интересным образом приподняты, за счет чего нам удобно сажать ребенка. Фиксаторы с каждой стороны удобно защелкиваются в замочек. И это действительно выполнено очень-очень качественно. И вот процесс будет максимально легким, усаживание ребенка, и быстро застегнете. Плюс ко всему, удобно регулируется плечевая зона ремня. И длина ремешков тоже подтягивается, либо вытягивается тоже, соответственно, удобно. Но при этом надо каждую часть ремня по отдельности регулировать по длине. Бампер у нас откидывается нажатием на кнопку. С одной либо с другой стороны можно откинуть. Ну так как козырек у нас перекочевал из люльки в прогулочный блок, у нас все те же функции остаются. То есть дополнительная секция в козырьке у нас также остается, за счет чего мы очень-очень глубоко закрываем ребенка. И в любом положении блока, лежачем, либо сидящем, ребенок максимально закрыт. И у нас остается еще окошечко, чтобы за ребеночком наблюдать при этом. Вот. Все, собственно. Сразу же и покажу те самые градусы, о которых я говорил с этого и начнем. У Cybex это 170 градусов. Ребенок сидит. Ой, 170, пардон. 175 он лежит. 110 сидит. Это практически капитанская посадка. И 175, это он лежит. И здесь нет такой гамачной системы, как у Bugaboo. Но сразу хочу вставить пару слов о том, что гамачная система это неплохо. В Европе вообще даже врачи рекомендуют больше использовать вот такие коляски, так как кровообращение лучше, ножки меньше затекают. Но у нас в России почему-то люди больше любят ровную поверхность. Ребенок на бочку может поспать, на животике в конце концов. Вот, собственно, вот что я хотел добавить. В преам у нас вот 175 градусов. Вот, сразу давайте обращу еще внимание на техническую особенность. В преаме сделали грамотную вещь. Когда мы регулируем наклон, у нас сидение сдвигается вперед или назад. Тем самым, благодаря этой опции, развесовка остается правильной во всей конструкции. И заезжать на бордюры нам не становится тяжелее при неправильном сдвижении в сторону. Поэтому вот очень грамотное инженерное решение. Так, что касается козырька, друзья, козырек здесь у нас ниоткуда не перекочевал. Он тут и был. Вот такой он в стандартном положении. И можно его увеличить вот таким вот способом. И получаем, в принципе, не уступающий, как по мне, козырьку от Bugaboo. Также у нас есть смотровое окошечко сверху в правильном месте. Именно у изголовья, чтобы мы видели ребенка, а не вот здесь, чтобы заглядывать неудобно было. Здесь все хорошо. Так, что касается задней стенки. Здесь, по-моему, был кармашек. Да, есть кармашек для мелочевки, если что. И по поводу ремней. Ну, здесь все тоже очень просто. Легко регулируется. Пятиточечная система ремней. С золотой такой окантовочкой. Вот, здесь все нормально. Регулируется подножка с помощью кнопочек по бокам. Она пластиковая. Легко чистить. С этим все хорошо. И бампер тоже откидывается в стороночку, как калитка. И удобно будет сажать ребенка. Так, по прогочному блоку, в принципе, все, что я хотел сказать. Я бы именно отметил, как регулируется. На самом деле, здесь тоже очень классная система регулировок ремней. Ну, по высоте, соответственно, тоже в довольно-таки большом диапазоне регулируется. И этот процесс регулировки довольно-таки легко осуществляется. Но здесь очень интересную систему удлинения ремней применили. То есть, мы нажимаем на кнопку и вытягиваются ремешки. То есть, сам процесс регулировки, во-первых, очень быстрый. Во-вторых, мы на это тратим, ну, за счет чего, соответственно, конечно, мало времени. И никаких усилий не тратим. То есть, нам не надо каждую часть ремня удлинять, либо укорачивать. Да, вот такая система используется в автомобильных креслах того же «Сайбекса» и в других брендах. Снизу нажимаем и вытягиваем. Я про это совсем забыл. Хорошо, что Залим подметил. Это очень тоже грамотное, опять же, инженерное решение от «Сайбекса». Вообще, они молодцы, хорошо все делают. Так, собственно, наверное, давай перейдем к рамам. Начни тогда со своей, с ручки и пойдем вниз. Да, ну, коль прогулочный блок мы еще рассматриваем, конечно же, в обоих моделях у нас используется реверсивная конструкция. Мы сам блок можем ставить как лицом к себе, так и от себя лицом. И процесс переворота очень легкий, так как кнопки имеют эффект памяти. Ручка здесь регулируется в очень большом диапазоне. И самое низкое положение прям довольно-таки низко опускается. Поэтому, я думаю, даже и детям будет удобно катать данную коляску. И за счет вот этих фиксаторов в любом положении мы очень плотно можем зафиксировать ручку и очень высоко поднимается. Поэтому высоким родителям здесь тоже, опять-таки, удобно будет. Потому что мы, во-первых, далеко от коляски встаем, чтобы не пинать саму коляску. Во-вторых, ну, хват высокий, соответственно, все будет хорошо. То есть, на мой взгляд, для любого роста можно подобрать удобное положение. По колесам. Здесь цельные резиновые колеса. И передние колеса, они достаточно большие, чтобы комфортно эксплуатировать коляску круглый год. Отмечу, что на задних колесах нету амортизаторов отдельных. Но на передних вполне мягкие амортизаторы используются. Багажничек открытый и у нас удобный доступ. Соответственно, что-то сюда существенно можно положить без проблем. И жесткие подкладки на дне позволят не провисать, если что-то положили тяжелое. Ну, опять-таки, из магазина, если какой-то пакет положили, все будет комфортно. И доступ мне очень нравится. Доступ, да, очень большой. Большой доступ. Вот, ну, я думаю, пора про Cybox. Окей. Так, что касается Cybox. Здесь по ручке, в принципе, аналогичная ситуация. Диапазон регулировки высоты ручки здесь тоже очень большой. Здесь только нету сбоку никаких кнопочек фиксаторов. Здесь одна кнопка сверху. Мы ее нажимаем и толкаем. И где нам нужно остановили. По поводу диапазона тоже абсолютно под любой рост можно подогнать. И невысокие родители, и очень высокие смогут нормально все себе организовать. Кстати, насчет обивки ручки. Используется эко-кожа с очень ровненькой, красивой белой прострочкой. То же самое и на бампере у ребенка. И это придает такой лоск этой коляске, дороговизну в ощущениях, когда мы берем. Да и визуально очень-очень прикольно смотрится. Так, и что касается колес. Здесь, соответственно, колеса то же самое. Просто резиновые колеса. И сразу хочу сказать, они достаточно мягкие, когда их пальцем продавливаешь. Бывают такие кондовенькие. Здесь нормально, приятно, мягко, тихо едет. Кстати, очень качественные подшипники использованы в шасси. У обеих колясок причем. Вот, и они долговечные. И двоих-троих детей откатывать в этих колясках можно вообще спокойно. Выдержат, не ломаются. Как показывают годы продаж этих колясок. Вообще с качеством все хорошо. Что касается амортизации упрямо. Давайте посмотрим. Спереди амортизация у нас присутствует. Сзади это видно уже даже сразу по золотым пружинам. Сзади амортизация тоже есть. И тормоз, друзья. Тормоз классный у Cybex. Это нажимаем педаль вниз, блокируем. И эту же педаль нажимаем сверху, разблокируем. Что касается багажника. Здесь он визуально сразу немножечко так подспрятан. Если он не нужен. А если нужен, мы можем открыть его и увеличить его размеры. Он немножечко, как по мне, поуже, чем в Bugaboo. Но тоже, в принципе, достаточного размера. Для всякой необходимой вы сюда в любом случае сможете погрузить. И в основании также вшиты пластины, чтобы он меньше провисал. Так, собственно, по рамам закончили. И по комплектации хочу сказать. Я про тормоз забыл сказать. Поэтому тоже скажу, что здесь используется тоже очень удобная система установки на тормоз с коляской. Потому что мы рычажочек белый нажимаем. И тем самым устанавливаем на тормоз. Индикатор, причем, показывает, что мы установили. И еще одним нажатием до щелчка снимаем с тормоза. То есть максимально все легко делается. Да, к тормозам претензий ноль. А, кстати, передние колеса блокируются. Передние колеса, конечно же, в этих колясках можно заблокировать, чтобы зимой было удобнее катать. Забыли про это сказать. Так, смотрите, по комплектации сразу пробегусь. И потом Залим скажет. Так, ну коляска, прогулка, люлька, это все понятно. Будет также идти еще в комплекте обязательно. В комплекте к этим коляскам идут дождевики, получается. Да. У Сайбекса на люльку и на прогулку разные дождевики. А так как у Бугабу один блок превращается в другой, один дождевик на два блока. Но при этом очень много родных аксессуаров у них отдельно продаются. В частности, у Сайбекса даже возможно поменять эко-кожу. Ручку из эко-кожи, которая отдельно даже продается. То есть много-много родных аксессуаров у них отдельно в продаже существует. Адаптер для установки автолюльки там есть? Нет, адаптера здесь нету. Да, в Сайбексе, кстати, да, он идет в комплекте. Да, это важный элемент, потому что, чтобы поставить автокресло, вот здесь докупать ничего не нужно, потому что люлька, которую мы устанавливали, она ставится именно на те же адаптеры, что устанавливается и автолюлька. Поэтому очень удобно при установке люльки, не нужно что-то снимать и заново что-то ставить. Поэтому вот за это 5 баллов, красавчики. Так, теперь давай покажем, как они складываются. Давай, наверное, я покажу. Насколько я помню, прям складывался вместе с блоком. Опрокидываем его вот так вперед. Так, и нажимаем кнопочку, проталкиваем ручку вниз. Тем самым она нажимает здесь дополнительные две кнопочки. Так, я козырек не поправил. Сейчас, секундочку. Все. Вот, собственно, максимально компактное положение. Что мы можем добиться, это вот упрямо вот такой вот вид. Давай посмотрим на Bugabu. Bugabu, ну, отмечу, что Cybox складывается, когда блок лицом от себя стоит. И у Bugabu точно такая же схема. Если мы хотим сложить коляску вместе с прогулочным блоком, надо блок обязательно поставить лицом от себя. И для более компактной формы убираем ручку до максимума. И после чего, зажимая рычажочки, опускаем ручку. И поднимаем за блок. И у нас здесь есть блокировки, благодаря чему, соответственно, надо будет отжать. И вот в такую конструкцию складываем коляску. Отмечу, что без самого блока коляска будет... А, ну и сам блок. Конечно же, здесь можно сложить более плоский вид. Вот таким вот образом. Без самого блока, конечно же, рама будет намного компактнее выглядеть. В Сайбексе отметил бы, что прогулочный блок не сильно добавляет габаритов, когда мы вместе складываем. Ну, опять же, да, это вот уже, смотрите, в своем сценарии использования мало места. Сайбекс в этом плане, конечно, немножечко выигрывает. Но вы всегда можете отсоединить люлечку или прогулку от рамы в Бугабу и сложить одно на другое, и получится компактненько. Просто оно не будет присоединено друг к другу. Поэтому, ну, как бы вот этот момент учтите. Так, собственно, друзья, мы, наверное, все, что хотели рассказать о колясках с залимом, вам рассказали. Отдельные обзоры на канале у нас уже есть. И, соответственно, их можете посмотреть. Но вот для тех интересующихся, кто всегда хотел их лоб в лоб сравнить, Fox 3, друзья, там мелочами отличается. Поэтому проецируйте, вот будет приблизительно то же самое. Вот, и сравнивайте. Выбор, естественно, за вами. Какое твое мнение, что вот ты можешь сказать по этим двум колясочкам? Ну, я считаю, что когда люди начинают выбирать родители новые, выбирать колясочки именно в премиальном сегменте, они в первую очередь наталкиваются именно на эти две модели. Эти, действительно, коляски популярны за счет того, что, конечно, качество на самом высоком уровне. Они очень просторные и при этом максимально удобные в управлении и в эксплуатации. Проходимость, плавность хода на самом высоком уровне и в одной и другой коляске. Ну, соответственно, родители по опыту, опять-таки, и по отзывам всегда остаются довольными этими моделями. Поэтому, конечно же, ну, безусловно, эти коляски, я думаю, будут интересны и сравнить вам вживую. Я добавлю в самом конце. Вы сами видите, вот Бугабу – это такой лаконичный минимализм. Вот прям вот кто любит вот такое вот качество, все ровненько, четенько. Прямо он все-таки больше кричащий дизайн имеет. Золотая рама, коричневые ручки, такие ядреные цвета. Поэтому тут есть армия поклонников и у такого дизайна, и не меньше армии у такого лаконичного дизайна. Ну, по цветам, конечно, выбор как по расцветкам шасси, так и по расцветкам блоков. И у Сайбокса, и у Бугабу довольно-таки широкий ассортимент. Поэтому, ну, тут отдельно можно эту тему рассматривать. Но, я думаю, внизу в описании, кстати, по ссылке вы можете увидеть все расцветки и у одной, и у другой модели. Да. Ну, а мы, собственно, закругляем, хотим закругляемся. Закругляемся и с заливом хотим пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочкой для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всего хорошего.